Производство Санкт-Петербург, фантастика Много чего нет Много чего нет, а чего нет Ситуация с брендами, с иностранными брендами очень интересная Чуть дорожная, но это не критично для вас, нормально? Ну да Президент сырый тут есть И Брика, Мамберы И 13-е телефоны с разной памятью Боулы какие симпотные, как в Калифорнии Прям Всем привет, вы на канале Олеся Винклер И это будет влог из Москвы Мне посчастливилось приехать из Лос-Анджелеса В Москву через Турцию этим летом И я покажу, как сейчас живет Москва В это беспрецедентное время Когда на Россию наложили больше санкций Чем на Иран Конечно, сейчас очень сложно добраться до России Самый простой путь через Турцию или через Дубай Это путь долгий К тому же он очень дорогой Билет в этом году обошелся нам в три раза дороже обычной цены Поэтому, конечно, грустно, что многие семьи просто не могут добраться Чтобы навестить своих родственников Постараюсь показать Москву, как увидела ее я Могу сказать, что с точки зрения питания много что открыто Вот, пожалуйста, ТФС, американская, открыто Теперь я около Макдональдса Кто не помнит, это тот самый Макдональдс В котором я стояла в очереди в начале 90-х Вместе с папой на морозе Он открылся в Москве Под названием «Вкусная точка» Внутри народ ест Расскажите мне, как вам вкус? Ну, вкус не поменялся вообще А как по цене? Так же осталось или чуть дороже? Чуть дороже Смотрите, как популярно Вкусная точка У меня же тоже захотелось То есть вы сейчас будете пробовать? Да И как вам меню? Там все то же самое или чего-то нет? Да, много чего нет Много чего нет Много чего нет, а чего нет? Макфури того же самого Сигмага Много бургеров Много бургеров нет Да Ну вы расстроены сильно или как бы? Из холодных напитков тоже много А что из холодных напитков нет? Там были эти Лимонады Они были Берси Ну сейчас же вроде будут русские лимонады там на смену Я люблю русские лимонады Мы недовольны Мы недовольны Мы не патриот А, я вот патриотка Ну ладно, в любом случае Я желаю вам приятного аппетита Вам тоже 60 тысяч рабочих мест будут обеспечены В любом случае это хорошее дело Ситуация с брендами С иностранными брендами очень интересная То есть кто-то действительно закрылся полностью Кей, например, вчера наконец объявила Что да, они полностью уходят Они распродают сначала товары для своих сотрудников А потом они распродадут остатки онлайн Да, для всех желающих Какие-то бренды, как Макдональдс Их все же купил там российский бизнесмен У них новое название У них немного новый ассортимент Но они продолжают работать Да, ряд брендов я видела особенно французских Типа, например, Лёкситан Просто поменяли название Лёкситан по-французски Теперь пишется как Лёкситан по-русски И продолжает продаваться та же самая продукция И вообще такое ощущение, что французские бренды Как бы больше остались на рынке Чем, например, бренды немецкие или американские Кроме того, Россия официально разрешила Такую вещь, которая называется параллельный импорт Это означает, что все те же самые товары Которые нельзя напрямую возить От компании Они будут проходить другими путями Понятно, что эти товары просто будут чуть-чуть дороже То есть, скорее всего, они будут дороже на 10-20% В каких-то категориях, может быть, процентов на 50% По параллельному импорту скорее пойдет вся Как бы такая популярная и современная техника Вот я зашла в магазин, который продает технику и телефоны Называется «С весной» И тут сейчас продаются разные телефоны Есть в ассортименте Samsung Galaxy Вот смотрите, это цены все в рублях Есть Xiaomi телефоны Люди смотрят И есть iPhone Тоже есть iPhone 13 Pro И 13 телефоны с разной памятью Ну, конечно, сейчас по курсу Да, это получается все дороже, чем в Америке Я маме привозила телефон Да, получается, здесь на порядок сейчас подороже Из-за курса Ну, в интернете, может, чуть-чуть подешевле найти Я это знаю Быстро спросила девушку-консультанта Она подтвердила, что да, все эти телефоны Apple Все это завезено уже по параллельному импорту Ну, через разные страны Ну, она вспомнила только Дубай Такая маленькая деталь, связанная с санкциями Когда я прилетела в Москву Я тут же вот так автоматом в телефон Нажала там Instagram и Facebook И поняла, что Instagram совсем не грузится А Facebook — это какие-то серые картинки Эти сети действительно заблокированы Но через пару дней пришла в себя Друзья стали писать Слушай, она даже прилетела Где видео? Давай размещай Я загрузила VPN И через VPN действительно все эти соцсети работают Поэтому, если это вам очень нужно То они работают Вчера я была в барикмахерской Мой мастер, она сказала, что Вэлла, например, уходит Или там уже ушла с российского рынка Барикмахеры уже идут на мастер-классы L'Oréal Где они постараются научиться на новых красках И, скорее всего, закупят L'Oréal Или какие-то новые итальянские краски Либо же Вэллу будут закупать с помощью параллельного импорта То есть вот такая ситуация, что бренды, которые уходят, будут заменяться И это плохо для всех Это плохо для России Это плохо для брендов Те бренды, которые потом захотят вернуться Естественно, может быть, они смогут вернуться Но, может быть, уже ситуация будет не очень хорошая Потому что место будет занято Вот, например, магазин Sephora в Москве, к сожалению, закрыт сейчас Я сюда раньше ходила, он мне нравится Хотя почему-то L'Oréal и Rivgosh открыты Но вот от Sephora закрыты В общем, какая-то разная ситуация Давайте пойдем сейчас посмотрим Вот написано для клиентов Если являетесь обладателем подарочной карты Есть некоторые опции Да, можно дождаться возобновления работы Или можно воспользоваться опцией возврата денежных средств Да, ну, то есть, может быть, они еще надеются все же открыться Встретилась за вот эти пару недель С большим количеством моих подружек Примерно все такие же, как я, около 40 лет У которых там один или два ребенка И для многих основная сложность сейчас Это то, что уходят с рынка H&M и Zara Потому что все привыкли покупать там в Zara одежду для себя А в H&M и Zara, конечно, одежду для детей Да, приличная, модная, по доступной цене одежда И вот сейчас вот этот сегмент одежды Он всех как бы расстраивает Потому что понятно, что нужно искать новые бренды Новые компании Где-то ездить, что-то вылавливать Потому что раньше это было удобно Пойти в одно место и сразу все это купить Но, с другой стороны, это открывается большая ниша Естественно, для производителей, например, из Турции Не знаю, может быть, Китая, из других стран И огромное поле деятельности для, конечно, российских компаний Которые первыми инвестируют в этот рынок Первыми придут Потому что это большой-большой сектор, которым есть интерес Вот я сейчас нахожусь около очень такого модного универмага цветной Ну, сейчас мы туда зайдем и посмотрим, что продают Вот первый этаж этого магазина Я тут давно не была Кстати, очень красиво Первый этаж, смотрите, и одежда, и косметика Все очень красиво выглядит Сейчас я прогуляюсь, посмотрю, какие бренды продают Ну, что можно сказать? Пустых полок я не вижу По-моему, все отлично Диор косметика продается Мак продается Какие-то еще интересные бренды Сейчас я прогуляюсь внутрь А, здесь находится косметический магазин Ривгош Классный, сейчас посмотрим Я куплю, наверное, вот такие гели для душа детям Потому что на них скидка 50% Им как раз нужны гели для душа И таким они точно порадуются Очень классненько Вот, наконец-то я добралась до этого этажа Где знаменитые русские дизайнеры Мне, кстати, очень нравятся Я поняла, что мне нужно больше времени Потому что у меня сегодня театр Но, может быть, завтра я заеду Потому что мне реально просто хочется что-то купить Смотрите, какие шортики чудесные И вообще, вот эта голубая гамма мне тоже очень нравится Кстати, джинсовые жакеты тоже могла бы прикупить В Лос-Анджелесе Это просто вечная популярная тема И вот эти цвета такие милые Мне тоже очень нравятся Так что, опять же, пустых полок нет По-моему, это очень круто Что этот сектор развивается И вообще должно быть больше таких брендов Господи, какая прелесть По-моему, я просто прекрасна В этом картикане с этой юбочкой Мне очень нравится цвет Производство Санкт-Петербурга Фантастика Вот этот магазин Велл Сториз Мне тоже очень нравится У меня есть джинсы и несколько вещей этого бренда Есть классный тренд Здесь можно купить много базовых таких опций Хороших Просто очень круто И я очень рада, что есть такие магазины сейчас в Москве Да, очень хорошее качество Все очень стильно выглядит Ну что ж, я ставлю твердую пятерку По универмагу Светной в Москве Мне сегодня пора уже ехать в театр Но я сюда обязательно вернусь И кризисом тут и не пахнет, друзья, извините Сегодня я в театре В театре Велкома на постановке Режневый сад Замечательно Я очень довольна, что остался один билетик в портре для меня Да, и тем более я сегодня посмотрю классику Просто супер Я думаю, что сейчас ходить в театр отвлекаться как-то нельзя важно Потому что культура, она поднимает вас Вот не совсем спокойной и приятной реальности Если вам нравится это видео, мой влог из Москвы Обязательно подписывайтесь на канал, если смотрите меня первый раз И ставьте это видео жирный лайк Когда я приехала в этот раз в Москву Несколько дней, вот погуляла по центру Посмотрела, я даже поймала себя на мысли Что в принципе, если бы я не знала, что рядом идет война И что такая серьезная геополитическая ситуация В принципе, город не сильно изменился Ну, где-то можно заметить, что кое-где закрыты магазины Там не работает Starbucks Вот реально взгляд извне, что на самом деле мало что изменилось Потому что город живет очень активной жизнью Очень много людей Лето, тепло, театры, цирки везде Водят детей, кафе просто все гудят Это удивительно, но на мой взгляд На самом деле, вот внешне мало что поменялось Некоторые компании ушли Некоторые ушли некрасиво Я знаю, что у многих людей была подписка на Нетфликс И, по-моему, было очень невозможно Или даже сложно вернуть деньги Если они были уже как бы потрачены на подписку Да, Starbucks, по-моему, попрощался чуть лучше Я, например, получила письмо, где было написано Что если у вас есть какие-то деньги на вашем там счету Starbucks То вы можете нам написать И мы вам вернем их там в течение месяца до определенной даты Это было как бы более этично Ну, в общем, в этой ситуации все бизнесы повели себя по-разному У меня есть друзья, которые очень сожалеют о том, что Москву покинул Starbucks Им нравился кофе Хотя мне немножко это смешно слышать Потому что сейчас в Москве огромное количество кофеин Где кофе на любой вкус и прекрасного качества И более того, ну, Starbucks это, наверное, больше просто про образ жизни Что вы можете прийти, взять чашечку кофе И сидеть там целый день И вас никто не будет трогать, да Но для меня прекрасная альтернатива Всегда была шоколадница Я обожаю эту сеть В шоколаднице прекрасный кофе И более того, я реально поражаюсь Как каждый раз, когда я приезжаю в Москву Просто меню расширяется Шоколадница, ну, доступная большинству москвичей Которые зарабатывают, мне кажется, место Прям вот кофейня практически каждого дня В этот раз меню еще краше, чем в прошлый раз Мне очень нравится Такой новый дизайн меню Шоколадница бар, летние напитки Ну, произведение искусства просто супер Даже не буду рассказывать, что здесь меню Просто на картинке посмотрите Виканское Завтраки вообще огромные Завтраки, смотрите Боулы какие симпотные Как в Калифорнии прям Всякие комби завтраки с круассанами Вот такие всякие на булочке Какой-то на лепешке Яйца всякие башоты Сырники, каши Естественно, смотрите, круассаны Ну, блинчики, естественно, в ассортименте Очень классные Всякие разные Я люблю их салатики Они очень даже симпатичные А, это вот они предлагают ланч Смотрите Значит, по путним дням Салат с супом с напитком 450 рублей Салат с супом с основным блюдом Плюс напитком 550 Ну, вообще, за 10 долларов Можно поесть отлично Ну, в общем, я не знаю У вас не разбегаются глаза Вот этот салат я ела Было очень вкусно Здесь даже паке со слабосоленым лососем Всякая паста Карбонара И такая лапша с курицей в азиатском стиле Ну, очень круто Не знаю Нужно решить, что я буду И даже можно вот такие закусочки взять К вину, например Шикарно Я возьму вот такой Попробую Лимонадик Вот груша Лемонграсс За 350 рублей В один лит Очень освежающий Сейчас жара в Москве Поэтому Это вот То, что Смотрите, как классно Ара-ра Гора-гора Десертный напиток с коньяком Выглядит супер Давайте сейчас зайдем В обычный супермаркет И посмотрим Что вообще происходит С продуктами И сколько они стоят Предлагаю сначала Зайти вот в этот супермаркет Пятерочка Это такой простейший Супермаркет В Москве В России, наверное, тоже Везде есть Ну вот Самый обычный супермаркет Отдел фруктов и овощей Ну что, все есть Учитывая, что Есть даже кокосы По 49 рублей за штуку Есть даже манго По 27 рублей 99 копеек Вообще не пойму Дешевле, чем у нас в Калифорнии Авокадо даже есть По 34, тоже 99 Вот так Сезонных фруктов полно Мананы Персики такие Нектарины Лимоны Апельсины Груши в ассортименте Груши такие Груши такие Смотрите Груши стоят Это за килограмм Естественно Но все равно Ну, в общем Голодным не останешься Вижу американские чипсы Передаю привет Своему мужу Он был бы доволен Что к пиву Здесь, в принципе, есть Все виды Чипсов американских Лэйзи, Читтос Вот я подошла К полке С сахарами Кашами И всем Здесь просто полно всего Никакого дефицита Ничего нет Огромные упаковки И большие упаковки И маленькие упаковки По разной цене Вот я сахар За 89 рублей За 199 Вот такой Такие даже упаковки Я не знаю Сколько здесь килограмм В общем Просто полно Всего Полки валятся Детское питание Пожалуйста Тоже тут есть На выбор Несколько брендов Да Все на полках стоит Если вы слышали В Америке Проблема была с детским питанием Со смесями недавно Ну А вот здесь тоже Я вижу Что Сколько здесь Раз, два, три, четыре Пять брендов На полке В самом простом магазине Молочный отдел Ну я не знаю По-моему Тут Просто на любой вкус Какие хотите Йогурты Очень много Всяких русских Возможно Белорусских Не знаю Детали не буду рассматривать Просто Можете увидеть Ну Сколько продукции На полках Просто на любой вкус По любой цене Чудо Там Эти всякие Аксивия И вот вам полка С алкогольными напитками Просто Чего тут только нет Глаза разбегаются И вино И шампанское Коньяки И пиво Ну и напоследок Покажу вам Вот здесь Сырые Сырые колбасы Вот разные сыры Цены в рублях Видны Разный сыр Есть и русский И по-моему Голландский И всякие Греческие сыры В общем Чего тут только нет И президент Сырые тут есть И Bricko Мамберы Разных фирм В общем На любой выбор Масла тоже в ассортименте Всего полно А вот это полка С колбасами Тоже Большой ассортимент Какие хотите Вяленые Сырокопченые Сосиски Ну давайте посмотрим Сосиски Ладно Вот сосиски Есть молочные 339 рублей На практически 340 Вот есть такие По 200 рублей Вот есть еще По 169 По 170 В общем Не знаю Очень разные Выбирайте на свой вкус И на свой кошелек А вот та самая Ливерная колбаса Ну то есть это шольц Который Немецкий шольц Он же у нас Северная колбаса И вот купить ее Можно за 140 рублей Недорого Это в принципе все Что я хотела Показать вам В этом московском Влоге Надеюсь Что вам было интересно Напоследок Скажу лишь То что я думаю А я думаю Что Россия Это очень Великая Страна Которую Невозможно Остановить Страна С большими ресурсами С потрясающими людьми Большинство людей Живущих в этой стране Любят свою страну Они готовы Так сказать Немножко затянуть Пояса Если нужно Россия Выстает Любые испытания У меня нет Никаких сомнений Я думаю Что любить свою страну Нужно Знаете Как родители И в хорошие И в сложные времена Люблю вас Москва И москвичи Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому